Приветствую вас, друзья! С вами Сергей Куваев на своем канале Сергеев Куваев Стримы. Давно мы с вами не общались в таком формате. Вот буквально неделю назад, наконец-то, начали снимать ограничения в связи с карантином. До сих пор еще у нас здесь на Окинаве, ну и в Японии в целом, конечно же, не проводятся общественные различные мероприятия, где собирается много людей. Но уже начинают открываться в нормальном режиме и парикмахерские, хотя многие парикмахерские и так работали, да. Ну вот, что меня интересует больше всего, ну не больше всего, а почему я, собственно говоря, записываю сегодняшнее видео и где я его записываю, это на парковке к моему спортивному залу, откуда я зачастую делаю прямые трансляции сюда на этот канал. И вот сегодня я спустя где-то, наверное, два с половиной месяца, я сходил впервые в зал. Он открылся буквально неделю назад, вроде бы даже подешевел. Насколько я помню, он стоил, по-моему, около 300, что ли, ен, 360, а сейчас стоит уже 260 ен. Или у меня просто с память уже проблемы, в общем, 260 ен, коммунизм практически, за час занятий. Единственное, что наложены, тем не менее, некоторые ограничения, такие, знаете, вот именно японские ограничения, завешены пленками. Сейчас вы знаете, наверное, не знаю, как там, где вы живете, но в Японии сейчас во всех магазинах, в комбине пленочные ограждения сделаны между сотрудниками и клиентами, в общем, все сидят за этими пленочными экранами. И в зале тоже такие провизированные пленочные экраны установлены, дистанция и так далее, сократили. Значит, раньше можно было на этой, сжать, сжать, короче, лежа можно было 20 минут, теперь сократили до 15 минут. В зале одновременно не может находиться более 15 человек, ну, зал-то не очень большой такой, он довольно скромный, там всего одна скамейка для жима лежа есть, и там гантельный ряд. На гантельном ряду тоже только один человек может одновременно находиться. В общем, конечно, есть некоторые неудобства. Фонтанчики не работают для питья, раздевалка не работает. Ну, я вот раздевалку, главное, ну, не обратил внимания, что на ней написано, что она, короче, не работает, она открыта была. Я туда все вещи скинул, возвращаюсь, короче, после тренировки, она закрыта. Пришлось идти к чуваку, говорить, блин, я вообще-то свои вещи там оставил. Он такой со мной идет, разговаривает, да, говорит, извините, что так получилось, да, вот пришлось раздевалку закрыть, идет такой со мной до раздевалки, метров 50, наверное, от этого, от своего окошка. И такой, знаешь, мы такие пришли, остановились перед дверью, я говорю, ну, и что, говорит, дверь ты будешь открывать. Он говорит, так не работает, это, ну, раздевалка-то. Я говорю, я вообще-то вещи там свои оставил, потому что я наработал, я, поэтому, зачем я тебя сюда привел? Он такой, а-а-а, понятно, пошел, короче, за ключом обратно. Сразу он меня не смог спросить, ну, зачем мне про эту раздевалку спрашиваю. Он решил, наверное, просто так с нами пройтись. Традиционно, конечно, похвалил мой японский язык, расспросил меня сразу, как долго я накинаю, как долго ли я в Японии живу. Начал уже меня спрашивать, чем я занимаюсь. Уже буквально там, да, мы там минуту в минуту, мы все, лишь с ним стоим. Он уже мне уже в душ лезет со своим вопросом. Я, конечно, съехал со всех этих вопросов. Это довольно просто делается, потому что... Почему-то вот японцы очень любят задавать иностранцам огромную кучу вопросов сразу и лоб. А своим согражданам, я имею в виду другим японцам, таким же, они все-таки стесняются подобные вопросы задавать. Но чувак сказал, что он в Австралии жил полгода, поэтому, видимо, он приобрел все некоторую такую уверенность, открытость. Рассказал мне сразу, что он из Австралии вернулся раньше, потому что у него бабушка заболела. Хотя мне эта информация вообще была незачем. Я у него даже эту информацию и не спрашивал, зачем. Почему он вернулся? Он как будто оправдывался передо мной, почему он отучился в Австралии не год, а всего лишь полгода. Почему он так долго не был за границей. Сразу оправдался, что у него заболела бабушка. В остальном же, да, действительно, когда ходишь без маски, в принципе, если вот в супермаркетах, в магазинах, можно поймать какие-то такие, не то чтобы косые взгляды, но какие-то дедушки могут на тебя как-то посмотреть, не так. Но, с другой стороны, всем пофигу, конечно. Хотя многие, он даже в машине ездит в этих масках. В общем-то, не хочется об этом карантине вообще говорить. Скорее бы он уже закончился. Тем не менее, для всех нас, я думаю, этот карантин, это отличный повод был. И продолжается, да, еще в какой-то степени что-то переосмыслить. Какие-то свои принципы, может быть, переобдумать, начать что-то новое, начать заниматься чем-то более интересным, как-то подумать. Для меня это тоже было некоторое такое время. Это особо сильно не повлияло прямо уж тогда, вот прямо уж так кардинально это не повлияло, конечно, на мой стиль жизни. Потому что, ну, я люблю много времени, в принципе, проводить и один, и мне не нужно постоянно там с кем-то соваться. Для меня, наоборот, по кайфу одному находиться. Потому что я, ну, в связи со своей, как бы, сферой деятельности, со своим образом жизни, я так или иначе постоянно взаимодействую с какими-то людьми. Поэтому для меня, вот, когда я один, это для меня некий отдых. Я могу именно помедитировать себе, это время посвятить. И вот, в принципе, карантин, он тебе помогает на время отдохнуть от тех людей, с которыми ты, ну, постоянно виделся и был в контакте. Так или иначе, да. Ну, и как бы отсеивает каких-то ненужных людей, может быть. Надеюсь, у вас тоже карантин проходит позитивно. Надеюсь, вы здоровы. Здоровье – это самое главное, что у нас есть. Ребята, не забывайте об этом. Все остальное – это наживное здоровье, в первую очередь, надо беречь. Поэтому тренировочки обязательно. Вот я сегодня сходил, получается, спустя сколько? Два, два с половиной месяца я не был, считай, в зале. Вот опять, конечно, все тяжело дается. Не так тяжело, как после моего предыдущего перерыва, когда я 2-3 года, по-моему, 3 года не был в зале. Сейчас все-таки я уже там пожал. Хотя стараюсь уже много не жать. Стараюсь много не жать не из-за того, что я прям не могу, выжить, а из-за того, что уже хочется другие какие-то узлы своего тела беречь, в том числе и поясницу. Потому что, когда много жмешь, большая нагрузка идет на поясницу. И поэтому я накладу, получается, эти, ну, ставлю ступни на лавку, чтобы у меня не было прогиба такого в пояснице. И поэтому приходится вес меньше брать. Ну, а в целом, так, да, поприседал, покачался, кайф, конечно, прям вообще тело зарядилось, энергии, это казалось бы, да, можно просто, я вот занимаюсь у себя на этом, на пляже, у меня там турнички, я, в принципе, на турничках там часто вешу, но вот именно осмысленная тренировка, да, потому что ты на этих турничках, ты просто там пару подходов сделал, как бы и забил, да, потому что атмосфера, пляж, и эффекта такого особого нет. Но вот когда у тебя именно полноценная тренировка на 50 минут, да, там, или на 45 минут, именно интенсивная, насыщенная, где ты не отдыхаешь, не наслаждаешься, именно морем, да, ветерком, а где ты конкретно, короче, херачишь, то это, конечно, очень заряжает. Я прям так, ну, как говорится, накачал, накачал мышцы кровью, пампинг такой хороший прям сделал, и вообще прям ощущая сразу кайф, прилив какой-то сразу бодрости, что я же даже достал, камеру, и решил, короче, ребят, с вами даже поделиться этим приливом бодрости. Спасибо, ребята, что поддерживаете этот канал, ждете на него видосики. Они будут продолжаться, продолжаться выходить в хорошем, в хорошем ризме. Вот сейчас месяц практически был прерыв без видео на этом канале. Ну, может, не месяц, может, чуть поменьше. У меня практически всегда вот в отношении каких-то таких вещей действует принцип, что волнами, да, я двигаюсь волнами, то есть у меня сначала такой нарос, нарастание активности, потом некие такое переосмысление, мне нужно заняться чем-то другим, отвлечься, и потом снова, короче. То есть я стараюсь, как говорится, диверсифицировать свои занятия. То есть тяжело именно в постоянном ритме постоянно ходиться, именно делать всегда привычный для тебя объем работы в одной и той же сфере. Это довольно-таки тяжело, наверное, именно для меня, в том плане, что приедается, короче, приедается, теряется драйв, теряется интерес к этому. И поэтому нужно иногда делать паузу небольшую, и потом снова паузу, и снова, как говорится, сделай шаг назад, два вперед. То есть такой принцип, он отлично, конечно, работает. Ну, я его для себя лично вывел, и он, в принципе, работает великолепно для меня, в том числе и с тренировками также. Тренируйся, кстати, ребят, сейчас один раз в неделю всего лишь, но стандартно, да, то есть учитывая то, что я вот сейчас первый раз сходил за два месяца, в следующий раз я пойду не раньше, чем через неделю, это точно. И этого вполне хватает. Это 45 минут тренировка, прокачиваешь полностью все тело интенсивно, 45 минут, да, раз в неделю вполне хватает. Кто там говорит, что это неэффективно, что надо тренироваться там два-три раза в неделю, это, соответственно, им больше подходит для их телосложения, для их образа жизни, для их расписания. Я тоже одно время тренировался и два раза в неделю, и три раза в неделю, и шесть раз в неделю, и каждый день я вообще ездил. Но это не всегда приносит те результаты, которые ты хочешь. Вот, со временем, с опытом ты как бы уже начинаешь понимать, прислушиваться именно к своему организму, к своему телу, и что ему больше всего подходит, какая ему больше всего подходит диета, какая интенсивность. И вот все вот эти книжки, они важны, конечно, именно когда ты только начинаешь эту науку постигать, все вот эти базы, да, которые тебя обучают именно правильной диете, правильная тренировка. Когда ты всю эту базу изучил, у тебя идет следующий этап, это ты свое тело начинаешь приспосабливать, адаптировать к этим тренировкам, смотришь, наблюдаешь, как оно реагирует, делаешь выводы, и уже потом выстраиваешь для себя сам программу, которая тебе подойдет. Вот, ребят, именно так это и работает, поэтому оставайтесь на канале, живите правильно, не употребляйте спиртного, если это возможно, не злоупотребляйте табаком, там, чем угодно, наркотиками, забудьте вообще об этом только здоровый образ жизни. Ну, я не то чтобы прям зожник, но тем не менее, всем рекомендую именно оставаться всегда в здравом уме, в трезвом рассудке. До скорых встреч, с вами был Сергей Кулаев. Субтитры сделал DimaTorzok